Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сибирский регион, 17 мая. Томаты несколько дней назад высажены в уральскую легенду. Высаживала без подогрева грунта, без обогрева верхнего под инфракрасниками. Ничего не включала. Сейчас сделаю быстробеглый осмотр и подробно расскажу, что я делаю в первые дни, когда еще даже нет месяца, не прошло и месяца после высадки. В предыдущем видеоролике я показывала и рассказывала, что все посеянные в один день и высаженные в один срок, там два дня я высаживала, все они очень хорошо себя чувствуют. Они зеленые и пышные, наращивают зеленую массу, цветут. Но все-таки некоторые побыстрее других. Вот уже завязывают плоды пузо-толстопузо, потом сибирский бройлер и свечи какие-то. Сейчас скажу точно. Это новинки, я все забываю название. Райские свечи, потому что есть еще ночные свечи, я их путаю, если честно. Все. Кому интересно эта тема, вот про первые, и посмотрите, какие завязи, смотрите видео предыдущее. А сейчас я расскажу, какие работы я вышла, чтобы быстро-быстро здесь провести. Томаты растут вот здесь на постоянном месте уже чуть более 10 дней. Но будем считать, что две недельки. Я уже говорила, что высаживала я их в период аномальной жары. И они, вот это сеянцы, рассады, пострадали у меня не от холода, а от жары. И видно, что вот первые листья, с которыми я высаживала, видите какие, можно было подумать, что это они обмерзли. Нет, это они после высадки от жары. И листики так жарко было в теплице, что листики вот прям все так скукуют. Ну, короче, это ожоги. И еще при высадке бывает, что листик мокрый какой-то остается. Если он чуть мокрый, обязательно солнышко его прижарит. Это от жары. И сейчас я пришла, чтобы провести первое посынкование. Как бы это ни смешно было, но вот в средине мая мне уже нужно делать первое посынкование. И первое удаление лишних нижних листьев. Сейчас покажу, как я это делаю. Но это, конечно, для начинающих. Все опытные огородники знают прекрасно. Я прям руками, так, я вот так нижние листья удаляю. Потому что я считаю, что те листья, которые сюда пришли в рассаде, с которыми я высаживала, они уже пожелтевшие есть у меня, которые, как я уже говорю, обожженные. От них толка нет. Я их убираю. Но в это же время я стараюсь и выщипывать вот эти маленькие пасынки. Хотя они еще совсем маленькие. Но раз уж я подошла к этому помидору, я его обработаю полностью. Потому что если сюда еще несколько дней не заглянуть, эти малыши превратятся в огромных коней. И смотрите, если у предыдущего кустика был маленький пасынок, то заглянув вот сюда, я вижу, что пасынки уже огромные. Смотрите, а ведь нам специалисты рекомендуют, что, ну как, 5 сантиметров пасынок, он уже срочно должен убираться. У меня, конечно, не всегда так получается, не всегда я успеваю. Но все-таки, если я сейчас зашла убрать нижние два листа, то, конечно, я убираю и пасынки. Эти пасынки, они сначала кажутся безобидными, но за неделю, я говорю, что они могут вырасти до огромных размеров. И они вытянут очень много питательных веществ у растения. То есть первые работы, вот первый уход, это пасынкование и удаление нижних листьев. Здесь я тоже удалю два листа. Смотрите, я когда высаживала, я очень хорошо заглубляла. И вот этот первый лист, нижний, он даже находится, вообще лежит на земле. Во-первых. Во-вторых, смотрите, какой он фиолетовый. Я показывала, что когда они сидели в рассаднике, до 2 градусов понижалась температура, листья были фиолетовые. И я высаживала их вот с этими фиолетовыми листьями. И многие люди спрашивали, а что делать, как исправить вот этот, ну, чтобы ушел фиолетовый цвет листьев. Я всегда говорю, ничего не нужно делать. Высадите их на постоянное место. Будут нормальные условия выращивания, и цвет листьев изменится. Вы смотрите, какая разница. А, ну не цвет листьев изменится, а новые листья, которые будут вырастать, они будут нормального цвета. Вот какие листья здесь нарастают, прям яркие, зеленые, такие красивые. И с какими листьями рассада сюда приехала. Вот эти листья, которые внизу, или лежат на земле, или вот у меня там есть даже под этим, ну вот под укрывным полотном, они никому не нужны, ни вам, ни томатам. Я их удаляю понемножку, по 2 штучки за заход. Ну вот так. Так ежегодно первым делом я захожу в теплицу, когда вижу, что они уже прижились, обросли, зеленую массу уже нарастили, новую, свежую, зеленую. Я удаляю вот эти вот страшные листья. Вот они они, с которыми они сюда приехали. Это обычно или пострадавшие от мороза, или пострадавшие от жары. Смотрите, какие страшные листики. Вот они. Это он приехал, сиенец, с таким листом. И сейчас какие свежие, зеленые, красивые. Все. По 2 листа удаляю, пасынки выщипываю. Это помогает растениям сохранить свои силы, питательные вещества, и все бросить на образование цветочных, вот этих кистей, бутонов, на формирование плодов. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я показывала, какие самые-самые первые работы я провожу в теплице. Сейчас, после этого, через несколько дней, мне, конечно, нужно уже их подвязывать, потому что они вымахали как-то незаметно очень большие, и когда дует ветерок, они уже вот так качаются, я с опаской смотрю на них, как бы они у меня не завалились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова